сегодняшняя тема видео будет адаптация летняя адаптация подростков в размере или вернее в горшочке 1 и 7 будут принимать участие в сегодняшнем видео это подросток профаровский под кодом 5051 это согла лавренс заявлено как пилорик бабочка может быть и пилорик может быть и 3 липс а может процвести даже обычным цветочком без мутации какая будет мутация мне неизвестно но то что заявлено садовником как бы фотографии такие есть я их постараюсь прикрепить в этом видео эту орхидейку я получила еще в начале июля посадочку не разбирала потому что корни как мы видим немного и буквально вот если присмотреться только сейчас началась активация роста корешочков только сейчас начал расти новый листочек также сегодняшнее видео будет принимать участие 2 орхидейки в горшочке 17 это сюрпризы от соня кто будет у меня неизвестно и как мы можем видеть сюрпризики такие в горшочке 17 довольно таки не маленький крупные хорошенькие такие приятненькие но как мы можем наблюдать корешочков у орхидеек не так-то и много вот поэтому такие орхидейки в данной ситуации в данном случае разбирать ни в коем случае из их посадочки нельзя дальше у нас еще один подросток соня тут мы можем наблюдать активно растущие корешочки вот корешочек активно растущий раскукленный листочек новый растет новый корешочек растет эту орхидейку мы тоже садим пересадка будет методом перевалки то есть разбирать мог я не буду таким малышам желательно мог не трогать и не разбирать потому что ему нужно еще обрасти корешками набраться много много сил для того чтобы уже постоянно в основной посадке было много сил у растения для дальнейшего роста и развития и для цветения получили мы подростков горшочки 17 и задаемся вопросом что же нам с ними делать первым делом что мы делаем мы отпаиваем такие растения либо просто чистой водичкой либо же мы берем или же мы добавляем hb 101 одну каплю на литр воды или же берем любой другой препарат который является антистрессовым препаратом для растений новоприбывших ваш дом этой водичка мы отпаили напаили растения буквально в течение двух дней дали постоять и в этот же день когда вы получили что мы делаем дальше мы берем растения и купаем как это делаем я уже показывала покажу еще обычной проточной водой начинаем купать наше растение дальше таким образом укладываем наше растение на бочок для того чтобы вода не затекала не попадала в пазухи а если вдруг попала в пазухи мы берем салфеточку или ватный диск и аккуратно или ватную палочку и аккуратно промакиваем пазухи для того чтобы вода там не стояла пока наши растения будут просыпать я покажу пересадочку что будем делать дальше с вот этим малышом под кодом 50 51 своего лавренс для пересадки или вернее перевалки растений почему я буду делать перевалку растений из их посадочного горшочка для того чтобы эта самая такая щадящая будет пересадка у нас где растение стресса практически не получит или это будет минимум стресса но вернее в такой пересадки методом перевалки растения стресс не получает то есть мы даем дополнительный объем небольшой который она начнет заполнять корешочками но важно этот небольшой объем посадочный сделать и максимально воздушно чтобы корням попадали как попадал как можно больше в высадке методом перевалки растений нам понадобится пеностекло пеностекло предварительно я хорошо промываю и сливаю воду до чистой воды для того чтобы вымыть все вот эти вот мелкие крупицы с пеностекла и не забивать нашу посадку этой грязи и пыль дальше нам понадобится кокосовое волокно в моем случае это кокосовое волокно элса не имеет значения какая марка кокосовое волокно она и в африке кокосовое волокно кокосовое волокно предварительно я тоже промываю и можно при большом желании оставить его замачивать даже на ночь или на пару часов для того чтобы у нас было более влагоемкий или же просто перед посадкой его хорошо хорошо промыть дать слегка просохнуть и дальше можно использовать кокосовое волокно в посадку в нашем растении используем совершенно немного коры ОВИ она у нас приехала я показывала в предыдущем видео через видео по моему было видео подготовка коры где я показывала как я подготавливаю кору вода слитая она примерно сутки постояла без воды и слегка просохла эту кору мы немножечко дадим в нашу посадочку методом перевалки обязательно мы будем использовать живой мог можем видеть он у меня попадается немножко с кокосовым волокном потому что я вот тоже предварительно готовила как подготовить мог я показывал меня есть видео подготовка мха вот поэтому я его предварительно подготовила у меня все мои посадочные ингредиенты грунты готовы для использования в посадку растений конечно же куда же без посадочных пластиковых горшочках у нас будет своего рода закрытая система посадки но при этом воздухопроницаем и при этом будет много-много воздуха поступать нашим корням для этого мы берем три посадочных горшочка 350 миллилитров 350 грамм 350 миллилитров как вам удобно при этом я не буду растения сажать прям по самому верху я немножко его углублю то есть это будет своим родом такая знаете как небольшой парничок то есть часть листьев будет у меня находиться внутри посадочки во все три посадочных стаканчика я засыпаю пеностекло примерно у меня пеностекла где-то 3-4 сантиметра да помочь посмотрим 3-4 сантиметра из полу 3-3 с половиной сантиметра не имеет значения в общем нам пеностекло нужно на дне посадки для того чтобы когда мы будем поливать водичка опускалась и этот дренаж он эту водичку поднимал последующим нашим грунтам вверх корешочком то есть чтобы корешочки получали влагу дозированно следующий этап мы добавляем кокосовое волокно заранее подготовленное ведь мы его не трамбуем а мы его как бы делаем таким воздушным во все три стаканчика это даже мог попадает аж говорила что я подготавливала и где-то может даже попадаться во время промывания мог это не страшно с кокосовым волокном это даже очень очень хорошо наполняем и так вот добавляем добавляем кокосовое волокно это если она выглядывает не страшно это все неплохо это очень хорошо и так выглядит наше кокосовое волокно оно воздушное я его не трамбовала я его просто слегка опустила и чуть-чуть сейчас заведем в боковые части мох чтобы он как бы фитилёчком был у нас вверх и при этом поднимал влагу при этом мох проложенный фитилёчком будет поднимать влагу к нашим корням к нашему растению берем отодвигая немножко кокосовое волокно и прокладываем отодвигаем и прокладываем фитилёчком вниз наш мох чтобы он был как бы в боковой части и то же самое делаем с этой же стороны тоже прокладываем фитилёчком от пеностекла по стеночке мох то же самое проделываем со всеми тремя стаканчиками один мы уже заполнили продолжаем заполнять два стаканчика и смотрим вот он наш фитилёчек он будет очень хорошо поднимать влагу вверх корешочком растения и то же самое мы можем наблюдать здесь вот он наш фитилёчек маховой тут он есть немножко туда же можно опустить его чтобы он касался пеностекла дальше берем немножко коры и буквально эту кору мы закладываем чуть-чуть на дно так совершенно чуть-чуть для того чтобы наша растюшка поместилась может быть посмотрю сейчас буду помещать если вдруг будет слишком высоко может быть я немножко коры уберу итак наши посадочные горшочки уже готовы сейчас начинаем доставать растения берем пальчиком смотрим что здесь не было корешочков если вдруг есть корешочки то это нужно делать максимально аккуратно для того чтобы их не повредить и таким образом мы достаем растения из посадочного стаканчика при этом мы ничего не разбираем но берем и что мы наблюдаем а лауренс нас там корешочек растит и от шейки слегка отодвигаем мох чтобы сильно он не прилегал к шейке там пальчиком аккуратненько мы можем видеть по кругу лауренс растит у нас корешочки и берем наш посадочный горшочек примеряем вот хорошо садится нам идеально будет как раз так подойдет будет как раз на чуть чуть ниже уровня опустится наш посадочный горшочек и мы ничего не разбирая оставляем растение так и дальше работаем уже сам хом дальше по кругу посадочного горшочкой я совершенно облегченно не трамбуя буду прокладывать мог берем мог и совершенно аккуратно делаем такую воздушную посадочку чтобы корнем поступал воздух и они могли дальше начинать расти если вы обращали внимание садовники очень часто таких маленьких малышей как они делают перевалку да из маленьком стаканчиков стаканчик 2 и 5 или в 2 к примеру они берут этот же маховой стаканчик в котором растение нарастила корешочки обматывают плотным плотным слоем мха и втрамбовывают стаканчик 2 и 5 и в утрамбован мог и если разобрать эту посадочку то когда вы будете разбирать слоями вы сначала уберете этот слой который был затрамбован верхний да а потом вы дойдете до маленького стаканчика в котором была орхидейка в маховом и там тоже будет мог и вы тоже этот стаканчик разбирать то есть вы когда будете разбирать увидите что в таком горшочке 2 и 5 как будто бы два стаканчика продолжаем прокладывать в боковые части мог то есть мы не трамбуем а мы очень облегченно прокладываем при этом фиксируем наш старый стаканчик в котором находятся корни орхидейки все в принципе мы сделали нашу перевалочку очень аккуратненько и хорошо и растение не получило стресса от слова совсем но очень важно смотреть чтобы торфяной говорю торфяной маховой стаканчик у таких орхидеек не был запревший потому что очень часто бывает приезжает маховой стаканчик орхидейка маховом стаканчики и этот маховой стаканчик не такой гнилостный запах как будто бы из подвала то есть такое берешь в руки и он на ощупь как будто бы с песком и он такой прям прелый-прелый-прелый это чувствуется и ощущается или же идет такой кислотно-сладкий запах такого запаха у свежего хорошего мха не должно быть поэтому определяем на обоняние и на глазами смотрим и на сезание проверяем такой мох годится он для перевалки или нет но а если вдруг мох оказался или растение казалось посажено в такой прелый мох я обычно такие растения либо оставляю в стаканчике в посадочном стаканчике садовника и не трогаю эту посадку и жду пока начнут расти развиваться корешочки либо же у меня были случаи когда я разбирала и растения в моей посадке воздушной такой адаптировались и хорошо росли но в идеале по личному опыту я вам так скажу что растения которые приехали с малым количеством корней лучше не трогать и оставить в их посадке пусть они дальше наращивают корешочки они нарастят корешочки но очень важно в таком маховом стаканчике не переливать поливать по мере просыхания мхалок просох мох мы обратите внимание когда вы получаете насколько просушен мох просох мох до состояния сухого не до сухарей прямо до сухого состояния нет влаги вы поливаете так все время ухаживайте за растением минимум полива больше внимания и все для того чтобы формировать ровный рост розеточки я обычно использую палочки обычные шпажки такие кухонные их можно подрезать при необходимости но я пока подрезать не буду и я ровняю розетку чтобы она не завалилась в бок очень важно растение когда на этапе роста и развития формировать розетку чтобы растение не завалилась в бок потому что если начнет расти в бок потом уже такой рост будет тяжело исправить и в принципе когда растение растет уже даже взрослая нужно пытаться его выравнивать чтобы она не завалилась потому что в природе растение привыкло завалиться да они на деревьях растут корнями присасываются коры деревьев и природе им привычно заваливаться бок как бы свисающим образом расти вниз в домашних условиях можно формировать ровную розеточку при этом растение будет растить свои листочки ровно вверх будет ровная розеточка и не будет заваливаться мы к следующему растению это все руки соня мы достаем нее делаем осмотр корешочка чтобы не было гнилых и делаем отодвига мох от шеи и мы видим у нас здесь есть сухая луточка от старого фласочного листочка мы аккуратно эту луточку убираем нам не нужно ничего того что может вызвать гниль поэтому мы вот эти вот луточки все сухие обязательно убираем потому что при влаге присутствие влаги это все дело может потом развить у нас ненужные нам заболевания у растения с этим аккуратно пинцет обрабатываем перекисью аккуратненько отодвигая убираем от шейки и смотрим все ли хорошо все хорошо и приступаю пересадки методом перевалки этой растюшки берем наш стаканчик примеряем вроде бы как все хорошо и начинаем вот по кругу мы видим на у нас здесь пустое пространство мы совсем облегченно не трамбуем добавляем мог делаю я вот так беру мох совсем чуть-чуть и вот так облегченно прокладываю при этом я фиксирую растения по кругу чтобы у нас была ровная кромка розетка при этом чтобы она была зафиксирована и держалась не свежим прокладываю этом не трамбуя облегченно совершенно облегченную все мы это сделали это все делается намного быстрее если вы не видео я бы это все сделала бы в течение там 10-15 минут это все очень очень быстро делается на видео немножко кажется дольше на самом деле ничего сложного нет все очень быстро проделывается и не забываем вставлять в бирочку у меня тут не подписано название потому что это сюрприз я указала садовника указала дату приезда ко мне но название пока я не могу написать пока я не узнаю кто это есть у меня и посмотрите какая она крупненькая на как хорошенькая растюшка очень крупная если сравнить вот у меня есть растение в размере 2 и 5 мешочки 2 и 5 и растения в горшочке 17 посмотрите как крупная на какие листочки еще растет молодой листочек и там корешок тут новенькие это просто шикарное растение и вот молодые корешочки у нас вот они растут мы открываем шейку чтобы шейка наша дышала так убираем чуть мох все растение никакого стресса мы сделали метод перевалки дальше она будет расти и развиваться и приступаем к третьему растению к пересадке методом перевалки третьего растения таким же самым методом мы его выталкиваем очень хорошо когда влажненькое растение выходит из такой посадки дальше мы примеряем растение в наш горшочек вроде бы так как я хотела но мы можем обратить внимание смотрите сейчас отодвинул смотрите у нас как будто бы вершочек ну то есть растение растет сбоку я буду укладывать именно вот этот вот маховой стаканчик с корешочками под таким углом да посмотрите здесь я все выложила кору и именно вот под таким углом и тогда у нас получается так что растение будет расти ровно и сейчас я проложу мох по кругу и он как бы будет слегка держать и растение будет расти ровно так как это надо мне и начинаем прокладку мухом прокладываю я по эту сторону прокладываем до кокосового волокна при этом мы не трамбуем но делаем так чтобы было зафиксировано здесь у нас узко получается мы немножко меньше мха проложим все очень просто ничего сложного нет прям много много мха не трампуем нам надо чтобы было много воздуха и с этой стороны точно так же делаем точно так же прокладываем мог при этом он воздушно лежит и фиксирует наше растение и смотрите мы выравниваем таким образом наше растение и еще муху всех растений посадочный мог садовник абсолютно свежий здесь вообще нет проблем разбирать что-либо не надо от сони приехали малыши шикарного высокого качества я очень 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 довольна просто малыши великолепные это не малыши а какие-то прям слоники такие хорошие такие интересные слоники то steam до размера 2 и 5 не так-то и далеко хорошо подрощенные малыши и прокладываем еще облегченно ничего не трамбуя нам не нужно трамбовать потому что нам надо чтобы была посадочка такая воздухопроницаемая в принципе все наша красотка она посажена и в то же время мы ее выровняли то что здесь корешочек у нас идет вверх ничего страшного пусть идет вверх моего потом направим в грунт и при этом мы обязательно от шейки отодвигаем немножко мог чтобы шейка у нас была дышала бы он так проветривалась все такое растение сейчас немножко еще проложу в бок там надо чуть-чуть сюда проложить ухо потому что она немножко болтыхается это чуть-чуть не надо зафиксировать такое растение сегодня такие растения сегодня мы поливать уже точно не будем потому что они были политы у них корни еще влажные корни пить не хотят да мы не видим корешочки но мы ориентируемся по мху вот смотрите здесь я прокладывала да вот мог сухой потому что где-то видимо успел подсохнуть и он сухой но если мы его намочим он станет живым и даже начнет расти это не страшно вот видно да сухой мох и вот видно разница важному вот влажный моха вот сухой при таком важном хе поливать такое растение не нужно ну а если вы новичок не хотите заморачиваться с такой посадкой оставьте ваше растение стандартном посадочном горшочке и ждите пока растение нарастет много-много корешков но при этом не забывайте поливать растение по мере просушки умеренный полив не заливайте мох потому что в амхе растение может очень быстро сгнить если вы его будете заливать на этом вся наша посадочка с минимум стресса или с отсутствием стресса для растения если вы помните в прошлых видео еще немножко там дальше чуть-чуть в начале лета было и кому в начале лета было ли конца весны я делаю экспериментальную посадку подростков в размере 1 и 7 а там 5 у нас было растений и я использовал дренаж совершенно разные для эксперимента у меня эти малыши прекрасно растут сейчас наращивают и корневую систему и листочки следующих видео я их покажу и мы разберем по дренажу для растений в пластиковых стаканчиках я расскажу плюсы и минусы того или иного дренажа там очень интересное такое будет видео вот и как раз по обозреваем тех малышей которых хорошая динамика которые сейчас растут и развиваются и жирные корешочки наращивают и все прекрасно но там были адаптированные растения то есть было такого что я сразу разобрала растения и пересадила их они были адаптированы они находились в своей посадке вернее в посадке садовника а именно вот в таких посадочных горшочках садовника около двух месяцев и после я их пересадила так что случаи совершенно разные здесь пересаживать растения нужно немножко набираться опыта и навыка а если вы новичок вам приехала растения в размере или вернее в горшочке 1 и 7 но маленького размера и с маленьким количеством корней то самое лучшее это будет оптимальный пересадка это метод перевалки или вообще их не трогать и оставить посадочном горшочке садовника пусть и не наращивают корешочки они очень активно нарастят много-много корешочков но таких посадочных горшочках мох очень быстро просушивается у растений поэтому нужно следить чтобы было было растение после просушки вовремя полито и не пересушивалась с корнями до сухаря там нужно быть внимательным и посмотреть за таким малышами и нужно им уделить время и внимание со временем когда наберетесь опыта уже будете понимать и знать где какое растение как себя ведет когда можно пересаживать а когда нет и дальше будет уже легко ничего сложного с такими малышами нет и у меня есть растения которые из малышей уже в хорошем взрослом растений я надеюсь в этом году они даже уже не дадут цветение порадует новым красивым цветением поэтому малыши подростки орхидей ничего сложного нет если вам интересно можно их вырастить и реально их вырастить из маленького малютки до большого красивого растения которое будет красиво и пышно цвести как поливать такие растения такой посадки это мы разберем уже в следующих видео по мере просушки как только просохнет грунт моих растений мы посмотрим вместе со мной сделаем полив таких растений я покажу как понять что растение уже просохло и его можно будет на этом и вся наша адаптация летняя адаптация подростков горшочки 1 и 7 я надеюсь моё видео было интересным вам полезным большое спасибо за ваш просмотр за то что вы остаетесь со мной за ваши лайки пальчики в подобайки желаю пышного и красивого цветения вашим орхидейкам всем пока пока до новых встреч на моем канале